Девушки отдыхают Не Т-25 Да-да, ребят, это не Т-25 Это Шкода Т-25 Которая находится в дереве исследования Сборной наций И это чешская машинка А вот Т-25 Не заметили разницы? Вот и я, честно говоря, визуально разницу практически не замечаю Хотя, если вот так вот прям быстренько машинки переклацывать То, возможно, какие-то 10 отличий вы все-таки найдете Ну, а поскольку мы обсуждаем все-таки сегодня Т-25 Давайте его и обсуждать Сразу скажем Брони у танчика нет от слова совсем Вот просто забудьте о слове броня Когда вы берете эту машинку в бой Забудьте о том, что вы сможете что-то танкануть Как-то ромбануть Но, короче, куда-то вроде бы не пробьют Ребят, пробьют везде Ну, может быть, какие-то прям совсем там Ну, рандомные места для рикошета Типа, допустим, вот стык вот этой планочки Одной и второй верхнего и нижнего бронелиста Хотя под очень большим вопросом Может быть, как-то маска орудия Хотя тоже, опять-таки, ну, тоже под вопросом Она не такая уж и там крепкая, честно говоря Ну и вообще, честно говоря, броня Ну, ни о чем Поэтому, как я уже сказал, забудьте о слове броня Представьте себе, что вы взяли коробку из-под Ну, не знаю, холодильника, не холодильника Но я думаю, что из-под микроволновки Сели в нее, высунули пушку И погнали в бой Вот такая вот у него броня А теперь давайте засудим И не знаю, насколько это справедливое слово По отношению к данной пушке Слово У нее есть альфа 160 единиц Для пятого уровня, для среднего танка Это нормально Потому что, в основном, такой уровень альфы Стоит, ну, практически у всех СТ-шек шестого уровня Средняя бронепробиваемость 116 единиц Я бы сказал, что тоже, согласитесь Довольно прикольное бронепробитие Для машинки пятого уровня Есть у него время перезарядки 7 и 2 десятых Насколько это играбельно в бою Мы непосредственно заценим В самом замесе Сейчас могу сказать только одно При 160 единицах урона Все-таки, ну, приемлемый и приятный Показатель времени перезарядки Составлял бы где-то в районе 5-5,5 секунд Вот это было бы прикольно А так, честно говоря, как для такой альфы Долговатый Ну и, соответственно, суммарный урон При таком времени перезарядки За минуту составляет в районе 1330 единиц Время сведения Разброс на 100 метров Заценим непосредственно в бою Потому что циферки Ну, я бы сказал, приемлемые Но насколько они приемлемы В самом замесе Это вопрос уже совсем другой Что же касается Углов склонения Минус 10 И вверх 20 Но какие там углы склонения И зачем они, в принципе, нужны Тогда, когда ты от башни Отыграть не можешь Потому что вот здесь вот Передняя пластина Башни Она просто такая прямая Как угол дома Я бы сказал Ну, даже Немножечко прямее Чем угол моего дома Короче говоря, ребят От башни Играя не играй Все равно в эту башню Прилетать будет Поэтому угол склонения Больше вам понадобится Если вы где-то на холмах Пытаетесь просто В кого-то попасть В пылу боя Ну, и соответственно Когда у вас нет особо времени Выравнивать свой танчик Поэтому, ребятки Забрасываемся непосредственно В каточку И посмотрим Что эта машинка Может именно в замесе Ребятки Пока мы запрыгиваем в бой Хотел бы обратиться К тем 75% Постоянных зрителей Моего канала Которые не подписаны На него Ребят Вы смотрите мои видео Значит, они вам нравятся Ну, а поскольку Они вам нравятся И, в принципе Секунда вашего времени Не такая уж Большая для вас потеря Как мне кажется Нажмите, пожалуйста На желтый шильдик В правом нижнем углу И нажмите Кнопочку Подписаться Вы подпишетесь В один клик Станете постоянным Зрителем моего контента Уже официально Ну, и я буду пытаться Радовать вас С новыми видео Все чаще и чаще Итак, ребят Возвращаемся К нашей Т-25 Подвижность Подвижность у танчика Как для СТ-шки Абсолютно нормальная К подвижности У меня никогда Вопросов у этой машинки Ну, к этой машинке Почтите Не было Я, честно говоря Подвижностью Всегда был доволен Сведение Ну, вот сведение Долговатое Как вы видите Циферка сама В описании танка В технических характеристиках Она вроде бы И не смущала Там не было написано 4, 5 И так далее Но согласитесь После движения Танчик сводится Ну, я бы не сказал Что сильно быстро Что же касается Точности орудия В основном Пушка бьет точно Я, ну, не могу Говорить за Прям все 100% шотов Которые производишь На этой машине Но в целом В основном Машинка Действительно Бьет точно Что же касается Того Насколько быстро Вы перезаряжаетесь Перезаряжаетесь Вы не настолько Быстро Как вам бы хотелось Потому что Когда вы отбрасываете По 160 Альфы Но я бы сказал Что этого Немножечко Недостаточно Для того Чтобы прям Яро И жестко Участвовать В перестрелке Ну и вот Получается Приходится Ввиду отсутствия Какого-либо Бронирования На танке Откатываться Ну и соответственно Вылавливать Какую-то возможность Для выстрела Для того Чтобы сделать Очередные 160 Единиц урона Вообще Машинка Честно говоря Она требует Сноровки В отношении Сдержанности И в отношении Борьбы За живучесть По-другому Я игру На этой машинке Назвать не могу То есть Ты постоянно Думаешь о том Как бы тебе так Выехать Чтобы в тебя Не прилетело Потому что Все что в тебя Прилетает Как бы ты не становился Как бы ты не ромбовал В тебя все равно Прилетит С уроном Итак Ребят Пробили в переднюю Пластину Пробили в Скос башни Но пробили в бачок Понятное дело Короче говоря По поводу брони Мы с вами По-моему Обсудили абсолютно все По поводу урона Всего остального Заценим сейчас По результатам боя И обязательно Забросимся В следующую Каточку Итак друзья мои Бой закончился Бой закончился Победа И возможно Не с нашей помощью Да даже невозможно А скорее всего Нашей помощи Особо не было 780 единиц Урона Нанесенного 23 тысячи Серебром Это с учетом Того что мы получили Знак классности Третьей степени И нам даже Медальку какую-то Кинули Что за медалька Кстати ради Стрелок Но я был Очень великим Стрелком В этом бою И смотрим По результатам Команды Второе место С конца Давайте забрасываемся В следующую Каточку И посмотрим Ну изменится ли Что-либо В этом конкретно Бою Вообще честно говоря Машинка Ну я бы не сказал Что она сильно Фановая По крайней мере Она такой не является Конкретно для меня Если кто-то со мной Не согласен Обязательно напишите Об этом в комментариях Ну во-первых Мне будет интересно Что есть люди Которые не разделяют Моего мнения И по возможности Напишите Почему вы его Не разделяете Ну и соответственно Ребятам Которые думают Над тем Покупать его Или не покупать За ту цену За которую он продается В дереве Исследования Им будет Им будет плюс-минус Интересно Почитать Альтернативное мнение Помимо моего Но дабы Понимать Насколько Взвешенным Или невзвешенным Будет их решение Если они прислушаются К моему мнению В отношении Того Что эта машинка Ну не совсем Интересная Для того чтобы Приобретать ее За голду Возможно Надеяться на то Чтобы она Выпала вам Из контейнера Просто в виде Халявы Кто не знает Эта машинка Лежит в контейнере Который вы открываете Раз в несколько дней По моему Раз в 3 Или раз в 4 дня За просмотр рекламы Вот средний контейнер В нем Эта машинка Есть Ровно как и Черчилль Третий А так в целом Честно говоря Забегая наперед Скажу что Я бы Ну Несколько раз подумал Покупать ли эту машинку В свое время Я сделал этот шаг Я купил эту машину Ну вот это Вот редкий случай Когда Не пробивают Но Кини в принципе Простительно Товарищ все таки Третьего уровня Как никак И каким макаром Его сюда забросило Беднягу Я вообще честно говоря Не знаю Я так понимаю Что он играет В составе взвода Ну да Как я и говорил Вообще Я так понимаю Парочке не повезло Что из-за четверки Закинуло Вообще к пятеркам Ну это вот такая вот Халява для Т25 Честно говоря Была В отношении Набиваемого урона А так в целом Ребята Машинка К фановым В моей коллекции Не относится К нагибающим Я ее тоже отнести Откровенно не могу Она просто не нагибает Она ловит в себя Все что прилетает Ну и честно говоря С вот этим вот Как я уже сказал Долговатым временем Перезарядки Фана маловато Если бы она Хотя бы шотила Через каждые Там допустим Не знаю Какие-то 5 секунд Ну окей Тогда еще Можно было бы О чем-то говорить Вот сейчас Хедзер На удивление Нас не пробил Я правда Не совсем понимаю Скорее всего Куда-то действительно В маску орудия Прилетело Потому что Бронелисты Они Вообще Не о чем Не хочу я выезжать Не хочу ехать На Хедзера Нет у меня Такого желания Пусть ребята едут Принимают на себя урон Я попытаюсь Объехать Как-то Не знаю Краем что ли Попытаюсь Немножко ромбануть А ну Хедзер Отвернулся Уже слава богу Но вот сейчас Согласитесь Вот Было бы неплохо Чтобы пушка Уже перезарядилась Но к сожалению Мы продолжаем ждать Но тут уже можно Конечно Быкануть В любом случае Мы побеждаем Это однозначная Позиция этого боя Но Блин Вот то что я говорил Что не прям Все 100% Пушка бьет Белки в глаз Вот сейчас Белки в глаз Попал Но уже было поздновато Ладно Обойдемся одним фрагом Каким бы он ни был Давайте посмотрим Результаты боя Что мы получили За победу В бою В котором Как мне кажется Мы нанесли Немножко больше урона Даже не немножко Мы существенно Больше нанесли 1590 единиц Знак классности Второй степени Две медальки И 31 тысяча Серебро В нашей команде Мы заняли Первое место По урону Но ребят Давайте будем Говорить откровенно Если бы Если бы Не кини Такого результата Я сомневаюсь Что мы бы получили Поэтому ребят Да я даже хочу Сейчас вернуться Посмотреть Ради интереса Сколько мы Накинули В кини Так Наша эффективность Вот товарищ Кини По кини Мы забросили 410 единиц урона Из всего урона Который мы нанесли Поэтому я бы Честно говоря Отнял этих 410 единиц урона От общего И мы имеем Тысячу Группа говоря Там 50 1070 Единиц урона Чистоганом Которые мы нанесли Соперникам Которые были Нашего уровня Я думаю Что такой подсчет Будет более честным Ну короче говоря Ребят В районе 1000 1300 единиц урона На этой машинке В принципе Наносить можно Единственное что На ней надо играть Крайне осторожно Крайне аккуратно Держаться подальше От врагов Ну и надеяться на то Что они будут видеть В своих прицелах Ваших союзников А не вас Потому что если они будут Видеть вас Соответственно Вы Ну я бы сказал Такой Клубочек Шерсти Который пытаются Запихнуть иголку Вот и вся идея По данному танку Мое личное мнение Вы услышали Стоит ли вам Конкретно Покупать эту машинку Ну решать вам По результатам того Что вы сейчас Увидели Напомню что в принципе Вы эту машинку Чисто теоретически Можете получить Бесплатно Из контейнеров За рекламку Ну Ой простите Не за рекламку Большие контейнеры Да Те которые вы просто По времени Открываете Без рекламы То есть Которые просто Обновляются Вот Т25 Я оговорился Простите меня Вот есть Т25 И есть Черчилль 3 В этом контейнере Тем кому интересно Насколько велики Шансы Что эта машинка Вам выпадет Скажу откровенно Я себе Т25 Покупал В свое время Я сделал Такую глупость И купил его Абсолютно Голым Лысым Без ничего Ну вот Что-то у меня Тогда Захотелось Когда на него Была скидка Я его приобрел А вот Что же касается Черчилля 3 То Черчилль 3 И мне Выпал из контейнера А значит Шансы выпадения Машинки Есть Кроме того Скажу вам Откровенно Из большого Контейнера Который Вы открываете По моему Если не ошибаюсь Раз в недельку Вы можете Получить Вот ряд Вот этих Машин И Что самое Парадоксальное Что Мне из этого Контейнера Выпадали Машинки Но я Скажу откровенно Это был АС-4 Сентинел Но Халява Есть халява Короче говоря Ребят Надейтесь на то Что какая-то Машинка Выпадет вам Из контейнера Это в любом случае Чем какая-то Дребедень Которая есть в этом контейнере А по поводу покупки Подумайте сами На данный момент у меня все Всех благ Всего хорошего Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Обязательно пишите свои комментарии Ну и не забывайте Приходить на стримы И смотреть новые видео До новых встреч Мира вам и спокойствия